Всем привет, с вами Полина Холод, сегодня я снимаю новый влог, даже можно сказать мини-влог, потому что сегодня я поеду только забирать подарок. Я выиграла в конкурсе у Саши Спилберг, там у нее всего было 50, получается, победителей, и я взяла 31 место, там получается один подарок идет каждому человеку, и подарок это именно тот, который сам человек выбрал, то есть там надо было в комментариях написать, что ты хочешь получить, и оставить почту. Со мной связались уже на самом деле неделю назад, но только сейчас мне этот приз отдадут наконец-то, я надеюсь, что именно то, что я хочу. Там в правилах можно было, ну никак не в правилах, а в пунктах можно было просто либо чтобы тебе почты прислали твой приз. Мне приз почты так и не прислали, мне даже не ответили, что можно там вообще типа отправить и все такое, не знаю. А вот когда я написала, что допустим я могу получить в магазине, хотя в моем городе нет этого магазина, мне придется ехать в Москву в охотный ряд сейчас получать, то они сразу ответили, и я сейчас могу забрать. Единственное то, что если почту, ты просто заполняешь там, ну, адрес, индекс, получатели и все. А тут, получается, нужно еще код дождаться, чтобы в самом приложении Мармалата тебе код высветился, и вот ты предоставляешь на кассе код и получаешь подарок. Если того, что я выиграла, я выиграла серебряный рюкзак с блестками, если я, получается, не смогу получить этот рюкзак, то мне предложат якобы альтернативу какую-то, не знаю, там не должны предложить, но я посмотрела на самом как бы вот этом вот сайте Мармалата, зашла в рюкзак этот, который я выиграла, и там написано в наличии то, что в охотном ряду он есть. В общем, я очень хочу получить рюкзак, который мне очень понравился. Я его давно, на самом деле, нашла у них на сайте, но он стоит две с чем-то тысячи, получается, и у меня появился тогда другой уже рюкзак, новый, мне он не понадобился, чтобы покупать. А здесь я выиграла, на самом деле, так случайно, я даже и не думала, что выиграю. Просто повезло, можно так сказать. И если смотрят меня какие-нибудь победители этого конкурса, то поздравляю вас. Это очень круто, я никогда не выигрывала ни у кого реальные такие призы, только какие-нибудь сигны выигрывала. И вроде видео привет был, в общем, такого рода. А призы никогда не выигрывала, поэтому очень интересно, и я бы хотела увидеть, подарят ли мне то, что я очень хочу. И вот сейчас иду на остановку, чтобы поехать там до метро, и, надеюсь, заберу свой приз. А вот я уже в мармалате и получила, наконец-то, свой рюкзак. Ну, это я сниму потом дома, всякие эти штуки. Да. А, тут нет водички же? Нет, это просто они там... Это хорошо, что нет. Вон их еще сколько. А в тот раз, по-моему, только один был такой же. И внизу и цена куча. А в них подарок? Офигеть. Да. Ценник. Спасибо, Саша. Сейчас. Во. Мне очень нравится. Еще есть розовая, но розовую я нигде не видела еще. Видите, тут новинки некоторые. Кстати, вот этот вот очень классный собачка я еще ни разу не видела. Силиконовый. Вот этот силиконовый. Смотри, какие милые, да? Силиконовый. А вот это что такое? Я так и не поняла. USB. Провод, наверное, да? Ага. Прикольно. В виде мороженки. Я подумала, что, типа, значка или эластика. Не знаю почему, но не так показалось. Значок с подсветкой. Подсветкой? Ага. Вот эта штука. Выбернула бумажку. Ага. Прикольно придуманная. Жалко будет, если такой сломается. Вот. Одну себе, одну другу. Best friends. Новые чехлы. О, классно. На облачко, по-моему, там сделана такая... Ну да, по-моему, она должна переливаться так. Классно. Ручки, по-моему, из фламинго тоже новые, без понятия. О, какая прикольная. Наборы, наборы. О, это дневник. Это огромный пенал. Я не знаю, как. Пенал. Точно. Ух ты. Смотри, какой-то прикольный. Это новый. А, вон. Я сначала подумала на набор для того, чтобы кисточек. Ну, там, всякие. Макияж там, параллельно. Да, а тут получается, что это вообще пенал. Да, дорогу тоже можно, знаешь. А вот новые пеналы. Это типа маленькие такие, а это, ну, как бы большие. Синий и с лисой. Это пенал? Пенал. Еще раз всем большой привет. И сейчас я бы хотела вам показать свой рюкзак, который я выиграла в конкурсе у Саши Спилберг. Вы видели недавно только кадры, где я была в магазине. И я там немножечко вам показала свой рюкзак и также показала ассортимент в магазине. Если что, я была в охотном ряду. И там вот именно такой ассортимент сейчас. И сейчас хотела бы вам именно показать поближе рюкзак, чтобы вы его рассмотрели. Честно сказать, мне рюкзак очень понравился. И если вы думаете приобрести себе такой же, то я вам советую. Потому что он очень классный. Стоит, конечно, для кого-то дорого, для кого-то недорого. Но если вы хотите приобрести себе хороший, качественный рюкзак, и чтобы он вам долго служил, то я советую. Я покупала в магазине Мармалата себе рюкзак. И он очень долго мне служил. Просто потом он мне уже был не нужен, так как он большой. А я в школу учебники не ношу. Поэтому рюкзак я продала. Но он в идеальном состоянии. С учетом того, что я ходила, если я не ошибаюсь, год или два с ним. Могу ошибаться, конечно, но по-моему год. В общем, давайте вам покажу рюкзак. Вот такой вот я рюкзак выиграла у Саши. Мне, честно сказать, очень нравится мой приз. Я рада, что я выбрала именно такой рюкзачок. Еще я знаю, что в Мармалата есть такой же рюкзак, только розовым цветом. У меня таким вот серебристым. И мне, на самом деле, розовый тоже нравится. Единственное, конечно, розовый цвет. Допустим, если зимой такой рюкзак носить, то я не думаю, что розовый цвет подойдет под какую-то куртку. И поэтому, ну, как-то вот серебристый мне даже, кажется, больше подходит под любое время года. Я вот сейчас, допустим, сейчас осень, и я ношу этот рюкзак. Мне он очень нравится. Как видите, вот так вот он сделан. Небольшой и немаленький рюкзачок. Все помещается, что нужно. Ну, давайте начнем, наверное, с вот этого маленького кармашка. Вот так вот выглядит этот маленький кармашек. Здесь, как вы видите, прозрачное все. И есть такие блестки, которые вот так вот перебираются. Вот они не хотят. А, вот. Все. Такие пайетки даже, можно сказать. И они вот так вот катаются там. Это очень круто, я считаю. Здесь открывайте. Кстати, кармашек достаточно глубокий. И сюда можно все, что угодно положить. Вряд ли вам будет, конечно, сейчас видно, но карман глубокий. И я положила все, что мне нужно. Косметичку, там всякие салфетки положила. В общем, все подряд. У меня все сюда вместилось. И большое отделение. Давайте я вам покажу. Здесь вообще просто огромный плюс. Ну, давайте я вам покажу. Тоже достаточно вместительный. Есть два кармашка вот тут вот. Что очень хорошо. Я сюда теперь могу положить свой телефон. Потому что до этого в рюкзаках у меня такого не было плюса, что есть кармашки. И у меня телефон постоянно лежал с вещами. Естественно, стекло может поцарапаться таким образом. А стекло стоит не так уж и дешево. Поэтому вот сюда можно положить телефон. И еще что-нибудь такое положить. Далее есть вот тут вот еще карман на молнии. Он не маленький. Тоже можно что-нибудь такое документы, паспорт там. Ну, в общем, вот такое вот положить. Если в школу уйти с этим рюкзаком, то тоже вполне можно положить сюда, допустим, там карточку для того, чтобы пойти в школу. И также здесь имеется вот надпись мармалата. Короче, рюкзак просто обалденный. Здесь вот по бокам нет кармашков. Ну и на обратной стороне вот так все выглядит. И хотела бы сказать огромное спасибо Саше Спилберг за этот конкурс. Я очень рада то, что выиграла. И я даже не думала то, что выиграю. Так как очень было много комментариев. Больше, по-моему, 9 тысяч. И я вот 31 из 50. Это очень, на самом деле, круто. Я поздравляю всех победителей, кто выиграл в этом конкурсе. Не знаю, будет ли это видео смотреть сама Саша Спилберг. Но если ты это видео смотришь, то спасибо тебе огромное. Кстати, на моей страничке в Инстаграм и также ВКонтакте. Ссылочки всегда в описании под каждым видео в моей соцсети. В общем, я там выложила фотографию, где показала, какие у меня есть еще вещи из коллекции Саши Спилберг. Если вам интересно, то посмотрите. Даже вот эти вот очки я покупала в мармалата. Долго я, наверное, не буду рассказывать про рюкзак, потому что вы и так поняли, что рюкзак очень классный. Я всем советую. А теперь я бы хотела вам показать то, что мне прислали на обзор. Мне прислали на обзор солнцезащитные очки. Это итальянский бренд. Фирма называется Flamingo. Там работают профессиональные дизайнеры. И очки у меня вот здесь вот, как видите, лежат. Все очень было хорошо упаковано. Доставка очень быстрая, сразу вам скажу. И вот в таком футляре у меня лежат очки. Футляр черным цветом. Очень, кстати, хорошо все здесь сделано. Также здесь еще на футляре написано Flamingo. На собачке тоже Flamingo. То есть все фирменное. И давайте я открою, вам покажу. Вот так вот все выглядит, если открыть футляр. И также еще в комплект входит тряпочка. Она тоже фирменная, Flamingo. Вот так выглядит. Очень качественно сделано. Ну и еще здесь очень много всяких вот таких вот упаковочек было. Очки были упакованы в упаковочку, тоже фирменную. Я очень рада, что выбрала именно вот эту модель очков. Потому что эта модель мне очень подходит. У меня наподобие такие были очки. Конечно, они уже маленькие мне стали. Но вообще, вот очень классный цвет. Я выбрала именно таким вот синеньким цветом. Также еще есть черный и коричневый. И давайте вам покажу поближе. Вот так вот выглядит. Очень круто. Я считаю, просто обалденные очки. Давайте я открою их. Вот так вот выглядит. Я обязательно ставлю кадр, где вам покажу, как выглядят эти очки на мне. И вы увидите. Также еще и рюкзак увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Линзу этих очков изготовлены в соответствии с мировыми стандартами. И в магазине Flamingo очень много разных очков. Можно подобрать как для женщин, так и для мужчин. Я увидела именно вот эту вот модель. Мне она очень понравилась. И решила ее взять. Очки сделаны из гипоаллергенных материалов, что очень хорошо. Эти очки очень удобные, хорошо держатся на переносе. Я считаю, что это еще один огромный плюс. Потому что многие очки, которые я мерила в разных магазинах, они просто скатываются. Это очень сильно бесит. Вот единственные вот эти вот очки, которые у меня сейчас, которые не солнцезащитные, но все равно. Они вот не сваливаются и все очень хорошо. Вот эти очки, они солнцезащитные уже и тоже просто обалденные. Мне они очень сильно понравились. Эти очки можно заказать в интернет-магазине Алиэкспресс. Ссылочка будет обязательно в описании под этим видео на Алиэкспресс. И много ссылочек будет в описании под этим видео. Поэтому переходите и смотрите. Просто в поисковике вводите солнцезащитные очки Flamingo. И будет очень много разных очков. Обязательно себе найдете, что вам очень понравится. Также фирма Flamingo предоставила для моих подписчиков купон на скидку 11 долларов. И чтобы воспользоваться этой скидкой, вам просто нужно перейти по ссылочке в описании под этим видео. Вы там увидите, какая ссылочка. Я обязательно подпишу. И у вас будет купон на 11 долларов. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим купоном. Ну а я хочу сказать огромное спасибо фирме Flamingo за предоставленный товар на обзор. Мне очень приятно с вами сотрудничать. Ну это в принципе все, что я хотела сегодня вам показать. Вот такое вот получилось видео. Надеюсь, что вам это видео понравилось. А если это так, то обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте пальчик вверх. И напишите свой позитивный комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а на этом было все. Всем пока. Ждите новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok